Издательство Эксмо Правило номер один Никогда не быть номером два Агент Павла Датюка, Никиты Кучерова, Артемия Панарина, Никиты Зайцева и Никиты Сошникова О секретах побед Дэн Мильштейн Читает Амир Рашидов В этой аудиокниге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram и Messenger WhatsApp принадлежащие компании Мета, запрещенной на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности Посвящается Келли Ты не будешь по-настоящему богатым до тех пор, пока не найдешь то, чего нельзя купить за деньги Спасибо за то, что ты есть Предисловие Дорогой слушатель Мой друг Дэн Мильштейн написал очень необычную книгу И она не только о хоккее Я бы даже сказал, что эта книга скорее о жизни О том, как с детства идти к своей мечте, преодолевая трудности и невзгоды В этой книге собрано много историй о том, как люди шли к цели и добились результата Здесь полно рассказов о том, как в человека многие уже не верили Но он шел вперед, шаг за шагом и реализовал себя Доказал, как ошибались все окружающие У каждого свой путь, своя дорога, все возможно в жизни Посмотри, например, тех, кто стоит рядом с тобой На то, как они преодолели трудности Мотивируй себя Это вдохновит тебя на успех, в который ты начинаешь больше верить Бывает, что ты упираешься в стены Но самый тяжелый шаг, последний перед тем, как ты победишь В этой книге есть истории российских спортсменов У каждого своя интересная судьба А еще есть истории о тех, кто всегда находится рядом и готов тебе помочь Тебе важно его не только слушать, а услышать Нас всегда окружает целый хор разных мнений Какие-то правильные, какие-то нет Умей анализировать Что пронизывает книгу красной нитью В ней есть ценные советы, которые должны помочь юным, решившимся добиться своей цели Знаете, бывает, что у самих детей не горят глаза Я всегда говорю ребятам, любите то, что вы делаете Это чувство терять нельзя Так вот, в этой книге много таких историй Когда обычные парни, без родителей, которые стояли над ними и что-то требовали Сами шли к своей мечте Было трудно, но они продирались через тернии А в пути с ними была любовь к своему делу К тому, чем они живут Я всегда помню, для кого играю в хоккей Ценно то, что делая любимое дело, ты можешь кому-то помочь Иногда достаточно услышать слово и почувствовать тепло, чтобы стало легче А когда у тебя есть возможность помочь людям, которые любят, смотрят и переживают за тебя Мимо проходить нельзя И никакие победы не заменят счастье наших детей Важнее не может быть ничего Я надеюсь, эта книга тоже кого-то сделает счастливее Поможет получить важный опыт Реализоваться в жизни Быть чемпионом Стать настоящим человеком Павел Датсюк Дважды обладатель Кубка Стэнли Обладатель Кубка Гагарина Чемпион мира Олимпийский медалист Часть первая Тебе пора платить по счетам Комфорт редко приносит прибыль Вступление Океан переплывет тот, кто не боится потерять из виду берег Успех Каждый понимает это слово по-своему Многие хотят добиться успеха Но трудно ухватить за хвост эту птицу удачи Многие из известных тебе умнейших и талантливейших людей Никогда не добьются того, что мы понимаем под успехом Чего-то будет не хватать Что-то будет мешать На пути к успешной карьере многие сдадутся 97% мечтателей согласятся на рутинную жизнь И только 3% из тех, кто погнался за своей мечтой Придут к успеху Что же отличает тех людей, кто попал в эти 3%? Уверяю тебя, они не родились в рубашке И дело вовсе не в том, что им везло в жизни больше остальных Мой путь к успеху был трудным и тернистым Но он того стоил Мне было 16 лет, когда я прилетел из Советского Союза в Детройт Шел 1991 год На мне была поношенная одежда В кармане только 17 центов А больше всего волновало то, как выжить в старших классах Когда ты не знаешь английского языка И вынужден его учить по ходу дела Честно скажу, я понятия не имел, с чего начать Мне повезло устроиться на работу в Макдональдс Учебу я втискивал между 8-ми часовыми сменами Дни казались бесконечными Но я был очень рад тому, что у меня была эта работа Там я научился правильно относиться к труду Это помогает мне до сих пор Теперь я первый финансист из 550 тысяч специалистов В области банков и недвижимости на территории США Построил компанию со стартового капитала 3500 долларов До корпорации с 48 офисами От Флориды до Гавайев Которая стала одной из самых быстро развивающихся в США Агент и менеджер спортсменов, знаменитостей, кинопродюсер Автор четырех книг-бестселлеров Я в тех самых трех процентах Я хочу, чтобы ты тоже добился успеха И вот почему У меня есть опыт и знания И мне очень обидно видеть, как люди сдаются Иногда бывает невыносимо на это смотреть Но именно это я наблюдаю снова и снова Когда встречаюсь с людьми по всему миру На разных конференциях В хоккейных дворцах и на съемочных площадках Многие мечтают добиться успеха в любимом деле Они хотят кем-то стать, чего-то достичь Начать все сначала Или просто сделать первый шаг Мы начинаем разговор И я вижу, как их вдохновляют новые возможности Всплывающие на горизонте Кажется, что они уже по-новому начинают смотреть на жизнь Затем мы снова встречаемся Спустя месяц, год или несколько лет И я понимаю, что они так и остались на месте По-прежнему сидят на диване Продолжают ходить на бесперспективную и ненавистную работу Все глубже увязая в болоте А все потому, что кто-то Сказал, что их мечта Непрактична Неперспективна Или еще хуже Что они недостаточно талантливы И люди как-то глупо в это поверили Или потерпели неудачу А потом не смогли найти возможность Или желание, чтобы начать все сначала Тут уже без разницы Что пустило их мечту под откос Гигантскую расписку в том, что они сдались в своей собственной жизни Они себе уже подписали Вот почему я хочу поделиться с тобой своим опытом И знаешь, я никогда не поверю в твои слова Которыми ты будешь оправдывать свое поражение И я хочу помочь тебе найти то Что мешает достичь успеха Потому что я знаю, что ты можешь зажечь пламя своей мечты И достичь своих целей Твои трудности могут быть как проще, так и сложнее Тех, с которыми сталкивался я Но в одном можешь быть уверен Ты обязательно почерпнешь что-то из опыта моего И тех, кто меня воодушевил В этой аудиокниге ты найдешь уроки жизни И истории тех, кто вдохновлял меня на протяжении многих лет Друзей, наставников и других людей, которых я высоко ценю Они преодолели огромные трудности И они не могут быть в твоей жизни И добились ошеломительного успеха Почему они входят в те три процента? Потому что отправились за своей мечтой И никогда не опускали руки Мой близкий друг и клиент Павел Датюк Мог сдаться после того, как его 657 раз Не выбрали на драфте НХЛ Да, его заметили на ярмарке новичков Лучшей хоккейной лиги мира Только в 20 лет На драфт он попал лишь с третьей попытки Павел очень много работал Не сдавался В итоге его выбрал Детройт Которому он помог завоевать два кубка Стэнли Получил 4 леди бинг трофи Как главный джентльмен НХЛ 3 селк трофи Как лучший форвард оборонительного плана Стал чемпионом мира Завоевал медаль Олимпиады Попал в сотню величайших игроков в истории НХЛ всех времен Да и вообще Павел Один из самых уважаемых хоккеистов в мировом спорте Многие игроки говорят, что Датюк их кумир Когда-нибудь Павел войдет в зал хоккейной славы в Торонто И ко всему этому он пришел благодаря фантастическому умению Работать на тренировках и пахать в матчах Ничто на Датюка не свалилось с неба Всего он добился сам Томас Эдисон постоянно слышал от учителя в школе Какой же ты тупой Ты слишком глуп для того, чтобы чего-то добиться Из тебя ничего не выйдет Когда Томас вырос, он начал изобретать лампу накаливания Которую можно будет пустить в продажу, наладить производство У него было три тысячи попыток И все оказались неудачными Но Эдисон не сдавался, продолжал работать Хотя сталкивался с кучей проблем В конце концов, он добился успеха И изобрел первую в истории лампочку Которая озарила весь мир Эти люди вдохновили меня И я уверен, их истории вдохновят и тебя В те дни, когда ты будешь чувствовать упадок сил и мотивации Я надеюсь, тебе удастся найти энергию в этих примерах И в моей философии успеха Если смотреть на вещи реально, то всего добиться невозможно Но это ты и так знаешь Если у тебя нет голоса, ты не станешь оперным певцом А если нет художественного таланта, тебе не быть известным живописцем Но большинство твоих стремлений Таких как поиск любимой работы Которая будет кормить тебя и вдохновлять каждый день Это вполне реальные мечты Любой может этого достичь Каждое утро у тебя есть выбор Продолжить спать со своими мечтами Или же проснуться и сделать все для того, чтобы воплотить их в жизнь Тебе это по плечу И я хочу показать, как это сделать Уроки из этой книги помогают мне идти по жизни И я пользуюсь ими каждый день Как любой, кто добился большого успеха Несмотря на неудачи и невзгоды Я понял, что разница между теми, кто будет просто мечтать об успехе И теми, кто достигнет своей мечты Заключается в их отношении и действиях Успех должен рождаться в твоей голове Но ты также несешь ответственность за принятие решений Ты единственный архитектор своей судьбы За ручку тебя вести никто не будет Моя философия скорее похожа на то, как ты получаешь шанс Пробить пенальти в финале чемпионата мира по футболу Когда на тебя смотрит миллиард зрителей И ты забиваешь этот мяч Один из моих основных принципов О котором я часто напоминаю людям Звучит так Успех не продается Он сдается в аренду И платить по счетам нужно каждый день Мне постоянно надо доказывать, чего я стою Так и должно быть у всех В бизнесе нет гарантии, что у тебя всегда будет успех Как только я решу, что всего добился Мне пора будет повесить коньки на гвоздь и уйти на пенсию Я не хочу останавливаться на достигнутом Не желаю быть одним из тех, у кого когда-то была слава Я хочу быть всегда в деле Я никогда не буду воспринимать что-то как должное И это открывает двери на пути к успеху Считаю, что эти уроки могут вдохновить тебя Идти за своей мечтой Без устали Каждый день И если ты готов свернуть горы То можешь стать номер один В том деле, к которому испытываешь страсть Итак, приступим Тебе пора платить по счетам Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok